так это скоро мужчина можно начинать меня зовут донатом я вообще-то из германии или гдр или как хотите сейчас кида и я должен как-нибудь вас как-то контролировать чтобы не дольше 20 минут говорили мы уже видим первый доклад и я думаю что вот мы можем не можем уже прямо начинать евгений если вы возьмете экран спасибо добрый день уважаемые коллеги я представляю всероссийский научный институт гидрометеорологической информации мировой центр данных род гидромета хочу рассказать о развитии конвейера обработки гидрометеорологических данных гидрометеорологии существует два потока данных это данные поступающие в реальном времени которые так идут по глобальной системе телесвязи всемирной метеорологической организации это каждые три часа 10 тысяч станций по всему миру поступает очень много всякой информации по морю по суше так сказать в атмосфере и так далее и данные в отложенные это как после окончания предыдущего месяца с метеостанции посылаются отчеты с обобщениями с данными наблюдений и с обобщениями за сутки декаду месяц ну к сожалению вот уровень обслуживания потребителей каждой организации которая получает эти данные она пытается организовать свое обслуживание в результате уровень обслуживания низкий эксплуатации подготовки информационной продукции принимает участие так сказать сами сотрудники нет автоматизированной полностью подготовки хотя уровень автоматизации на наш взгляд достаточно высокий не существует единого окна доступа потребителей портала вот дальше я буду говорить о системе которая у нас есть но она охватывает так сказать больше морскую часть и частично как бы сушу время между наблюдениями и доведением их до потребителя составляет больше одного часа то есть вот течение часа собираются данные обрабатываются данные а потом только надо доставляется потребителю а опасные явления зарегистрированные на на станции так сказать в течение часа так сказать о них еще кроме наблюдателя никто не знает поэтому требуется организация в виде конвейера непрерывного сбора интеграции обработки прогнозирования создания и доставки информационной продукции информационной продукции а также поддержки потребителей в принятии решений то есть то есть требуется существенное повышение уровня автоматизации ну вот примеры использования конвейерной обработки они имеются в различных предметных областях ну например так сказать юникс подобных системах используется потоковая обработка данных компания amazon использует так сказать управление сервисами именно через потоковую обработку фирма компания клик для создания аналитической продукции тоже так сказать позиционирует себя что использует конвейер для получения аналитических данных гидрометцентр россии вот тоже так сказать фактически хотя они не такие такие слова до сих пор я не слышал от них но уровень автоматизации обработки декодирования данных в реальном времени ассимиляция интерполяция возле хитки для получения анализов и получения прогнозов очень уровень автоматизации достаточно высокий вот вправо представлен рисунок на котором эта автоматизированность технологии оперативной обработки гидрометеорологической информации представлена но эти анализы распространяются но они очень объемные потребителю иногда даже очень трудно разобраться в этих полях ему нужно в точке сейчас такие работы ведутся но пока так сказать не полностью в автоматизированном виде похоже это кстати технологии имеются и в других мировых центрах данных в нашем институте разработана автоматизированная технология интеграции данных которая включает себя передачу до данных и метаданных на сервер интеграции загрузку автоматическую базу данных построение картографических слоев автоматически визуализации данных и предоставление потребителям без участия персонала то есть уровень достаточно высокий но это как бы побочная как бы считается в нашем ведомстве побочная работа потому что основной это гидрометцентр предоставляет прогнозы а мы как бы климатическую информацию больше но в целом технология наша распространяется на более широкий класс данных если посмотреть на какие основные решения для создания такого конвейера обработки данных то вот мы считаем что интеграция данных это основа для конвейерной обработки данных использование окфлоу на основе правил согласно которому результаты автоматически передаются от одного сервиса другому это тоже так сказать основа автоматизации потому что с помощью триггеров так сказать можно восстанавливать работу системы если произошел сбой или так сказать один компонент или даже все компоненты и передача данных от одного этапа другому стадии обработки данных могут быть не могут быть а есть следующие вот для данных в реальном времени наблюдение и доставка данных каждые 3 6 12 24 часа то есть мы должны знать данные пришли или нет по всем станциям или нет дальше этап первый как бы это первый этап это первичная обработка данных проверка качества данных запись базу данных обновления методанных то есть это должно производиться непрерывно и через 40 минут после наблюдения это все проводится за 30 минут идет сбор информации со станции выявление дальше следующий этап выявление опасных природных явлений формирование сообщения них то есть выявление должно происходиться непрерывно после получения данных через 10 минут после загрузки в базу данных и должно происходить выпуск прогнозов каждые 3 часа через 2 часа после наблюдения доставка информации в опасных явлениях это немедленно через три минуты после идентификации опасного явления визуализация данных по необходимости через три минуты после получения прогноз воздействия опасных явлений на население и предприятия выдача рекомендации должна происходить немедленно через три минуты после получения информации об опасных явлениях для отложенных данных ну первый этап это каталогизация данных ежегодно через 30 дней после окончания года дальше инвертирование интерполяции другая первичная обработка данные становятся доступными через 90 дней после окончания года и получение климатических данных ежегодно через 90 дней после окончания года большинство промежуточных массивов данных каталогизируется с помощью не то данных и сохраняется для дальнейшего использования поэтому требованиями к реализации такого конвейера должно быть следующее новые источники данных должны добавляться по мере необходимости должна осуществляться полная автоматизация обработки вплоть до создания автономной системы обработки данных должен использоваться механизм обновления данных отмеченный в метаданных то есть если в метаданных отмечено что ресурс обновляется каждые три часа значит если он обновился через четыре часа значит это уже данные актуальные все наборы данных должны иметь заранее подготовленные метаданные обновляется только изменяющиеся атрибуты потому что все автоматически метаданные должны обновляться автоматически создается различная информационная продукция которая должна доставляться потребителям по подписке схемы подключения новых приложений сервисов открыто для включения в конвейер обработки данных то есть если требуется еще какой-то этап проблем не должно быть ну какие средства для конвейерной обработки данных должны быть ну вот должен быть обязательно мониторинг получения данных со станции потому что иногда где данных мало у нас есть районы где на тысячу километров одна станция поэтому каждое измерение очень важно декодирование телеграмм и создание базы данных кто же это автоматическая это правда одна проводится это декодирование с автоматическим созданием базы данных без участия человека дальше следующий этап уже 8 не этапа инструмент который нужен это интеграция данных получение информационной продукции средства должны быть средства доставки информации о природных явлениях до мобильного до смартфона тоже так сказать это как бы отдельный инструмент визуализация метаданных и данных поддержка решений управление сервисами ну и мониторинг состояния конвейерной обработки данных ну справа представлен рисунок что вот от станции до поддержки решений вот такая сквозная технология непрерывной обработки данных должна быть ну так как интеграция является основным инструментом мы считаем основным инструментом для создания конвейерной обработки то можно так сказать возможно доставить каждому потребителю необходимые только ему данные сожалению вот сейчас существующие технологии дают слишком много информации потребителю потребителю нужно дать давать минимум то есть должна быть персонализированная доставка информации потребителю они самообслуживание как вот сейчас так кстати большинстве случаев присутствует на сайтах и порталах ну в том числе вот и в рамках нашей системы единая государственная система информации обстановки мировом океане вот адрес его здесь есть так сказать персонализированная доставка должна осуществляться по инициативе системы а не по инициативе пользователя вот главный переход так сказать обслуживание в результате создания конвейерной обработки для того чтобы создавать такую продукцию такой конвейер нам необходимо безусловно средства настройки приложений которые будут участвовать в работе то есть необходимо управлять рабочими процессами создания информационной продукции и его распространением инфигурация приложений должна позволять настроить функции помогающие потребителям управлять своими требованиями данным и в конвейер должен входить редактор требований к информационной продукции и инструмент управления рабочим процессом для создания продукции ну справа там на рисунке показано так сказать одно из наших приложений где так сказать интерфейс администратора который позволяет конфигурировать те ресурсы которые требуются для этого приложения затем так сказать интерфейс пользователя который позволяет сконфигурировать под пользователя регион перечень параметров разрешение временное и пространственное а также средства которые позволяют вычислить допустим тренды аномалии экстремумы ну и тип представления карта график таблица для того чтобы такая система эффективно функционировала безусловно необходимые показатели работы такой системы выработать ну вот на примере нашей системы можно сказать что первым самым важным показателем это должна быть надежность системы мы называем еще работоспособность выйти отдельные поставщики данных могут работать где-то мало ресурсов 99 99 сотых процента но а в среднем вот мы можем выйти пока только на 97 процентов потому что отдельные поставщики данных работают не совсем надежно тут и техника и сеть там много причин всяких человеческий фактор безусловно влияет количество интегрированных ресурсов показатель такой что насколько система широка количество включенных новых ресурсов за отчетный период средняя актуальность данных или там количество релевантных ресурсов то есть мы отслеживаем количество процент ресурсов которые актуальны здесь вот за 8 лет после денег постоянную эксплуатацию мы добились что 95 процентов актуальность данных мы обеспечиваем нормативная доступность то есть сколько открытых ресурсов и сколько закрытых ресурсов у нас это где-то 75 процентов общее количество просмотров ресурсов среднее количество скачиваний ресурсов ну это уже показатели обслуживания непонятно важны насколько система эффективно работает на пользователя общее количество ресурсов переданных по подписке обеспечение прав доступа к данным то есть несмотря на то что ресурс закрытый по автор может дать разрешение на доступ к своим данным если так сказать он считает что этот ресурс будет использоваться допустим научных исследований или мир этого у этого пользователя он получил разрешение там урод гидромета элемент природы там или чем по каким кто-то ему рассказал что мы тебе дадим такой доступ время доставки информации стихийных бедствий сейчас пока этот показатель не измеряется но во время стихийных бедствий очень важно время так сказать когда чем раньше будет доставлена эта информация тем больше превентивных мероприятий будет сделано ну и заключение хочу сказать что впервые для гидрометерологии предлагается организовать непрерывный конвейер обработки данных от наблюдения до принятия решения то есть я вот в начале доклада говорил о том что гидрометцентре прогноз уже там лет 30 а может и больше даже что определенная автоматизация существует и там в принципе доходит до получения продукции а вот дальше продукция распространение ее идет пока так сказать не ну на сайте статические страницы фактически можно там посмотреть карту а вот чтобы довести до пользователя в точке которая ему нужна там пока такого нет в результате реализации конвейера на обработке данных станет возможным автоматически идентифицировать опасное давление опасное явление и доставлять сведения о них потребителям автоматически готовить регулярную информационную продукцию ну и выпускать все прогнозы воздействия рекомендации для принятия решения пока таких прогнозов не выпускается это новая парадигма которую предложила всемирная метеорологическая организация еще уже 7 лет назад но пока так сказать вот такой системы работающей в постоянном режиме не существует спасибо за внимание бернард ваш микрофон выключен по-русски или по-английски по-русски нет есть есть один вопрос можно даже три рубля да очень короткий вопрос вернее было два но один я уже забыл а вот не подскажете ну вопрос такой общий дилетантский протоколы наблюдения метеорологических станций во всем мире они унифицированы да да так же как и время наблюдений то есть все можно гримбич гримбич понятно а правильно я понимаю вы сказали что через 90 дней климатические данные становятся доступны они становятся доступны за плату или для всех ну это каждый случай надо рассматривать отдельно в зависимости что вы хотите если там для одной станции так сказать публикуется ежегодно ежегодный величин в котором так создается климатический анализ он на сайте рот гидромета помещается а вот данные суточные там обобщение месячные там обобщение виде временных рядов вот для мы получаем дальше так сказать угом управление гидромет службы они эти копии получают а внешние пользователи если это не род гидромет учреждения да какие-то договора заявки составляется какая-то оплата за подготовку это же тоже труд который требуется ну чтобы даже выбрать это тоже время нет ну не надо объяснять я просто просил за деньги или это вы сказали да за деньги спасибо а еще вопрос такой а сейчас протокол наблюдений больность облачности входит или нет да конечно это обязательная характеристика она она по прежнему визуальная или она как-то значит соответственно визуальная то что космические изображения там так сказать это отдельная технология которая дает пространство нет нет я про наземные станции про космические я знаю наблюдения я про наземные станции нет там в баллах так сказать на этой станции спасибо я думаю что было еще вопрос от александра у меня тоже есть вопрос верно александр давайте я задам вопрос если можно но можно еген дмитриевич у меня такой вопрос у нас наших сводках которые мы получаем есть существуют ситуации которые теоретически предсказуемые но в сводках не отражается когда волна сходятся как бы волны которые есть погодные да вместе столкновения предсказания степень предсказания резко убывает и вот об этом чаще всего не сообщают и с чем это связано это такая политика государственная или что вот я не понял тогда вопрос как-то по-другому сформулируй пожалуйста при расчете модельных что берется обычно за основу прогноза да есть математические ситуации когда точно рассчитать параметры невозможно это обычно связано с какими-то явлениями катастрофическими это бывает не часто но вот в америке это почаще там тайфуны бывают а у нас стране нет если в америке система это отлажено то у нас вообще ничего нету по катастрофическим явлениям по предсказанию их и по оповещению населения ну не надо так говорить я говорю про вашу систему я больше ни про что не говорю я не видел вашей системе да нет я говорю то что гидрометцентр получает данные так сказать со станции которые наблюдатели говорят о том что они видят ветер там больше 15 метров в секунду и все это новое сообщение так сказать отправляется кроме стандартного дальше гидрометцентре на основе анализа синоптик дает видит что вот приближается фронт и возможно ветер так сказать больше тоже 15 там и осадки там большие дальше это сообщение отправляется в мчс и мчс доводит до всех администрации городов субъектов федерации и предприятий которые подписаны на вот это обслуживание то есть вы можете подписаться в новосибирском у гмс так сказать и вам будут доставлять эту информацию я говорю о населении не о предприятиях потому что для населения это катастрофические явления намного опаснее чем предприятие вот этого нету сообщение мчс говорят ни о чем они чаще всего не выполняются качества прогноза никакой отдельно поговорим ладно извините ну и спасибо за доклад хорошего я сейчас вижу еще алексей позаминку короткий вопрос алексей окей я уже вопрос задал кажется я опустил руку хорошо большое спасибо я уже задал вопрос можно вопрос задавать верно короткий с коротким ответом хорошо тогда вот такой вопрос какую технологию интеграции баз данных вы используете ну мы используем субд постгрейс кель но у нас еще оракал теплится если с точки зрения вот баз данных а вот скажите пожалуйста какой объем информации вы обрабатываете как правило ну в сутки у нас более десятка гигабайт значит приходит и уходит то есть нет педабайтов да допустим да несколько бандами нет педабайты информация обрабатывается да мы обрабатываем человек мы интегрируем дальше так сказать распространяем через портал а вот какая технология вы используете во времени ну для создания портала мы используем используя язык java 2 так сказать да нет я хочу сказать нет мой вопрос касается тому вот допустим это data warehouse то есть хранилище данных это медиатор это куб данных вот такой вопрос ну как то я вроде читаю лекции по базам данных я тогда думаю что надо тогда на познание режим переключиться я думаю что надо по следующему докладу это будет представить тарас васильев вы можете освободить ваш скрин эм а а actually it's who is the presenting person is me just a second I am sharing my screen right Евгений остановите пожалуйста ваша демонстрация экрана да сейчас хорошо надежда давайте ok just a second ok ok I'm here good afternoon again everyone thank you for presenting me and here is sharing again here is it large soil maps yes so is it okay yes okay nice I can I can start my name is Nadezhda and I'm presenting soil data center from the Kuchayev Soil Science Institute and so since this subject I think it's quite new for most of you so I would I would make a small introduction into soil subject just 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 a few for what what we are dealing with in this study so here you can see a several soil profiles and as you can see soils differ they they are very different types actually there are hundreds of types of soils and they differ in their profile structure they can have different distributions of organic matter or density acidity and many more properties so by the way typical journalism soils are to the right so the right two of them are very known soils we have in Russia so the soil map actually depicts soil type so which the total type is a very crucial factor for as you can see estimating suitability of land for different use for civil engineering for natural resource planning and for different strategies of soil protection and the the problem is that determination of the soil type normally requires a field expedition and thus creating a detailed soil map is an expensive and the labor consuming task just to say that the during the second half of the second 20th century our institute has collected soil maps for the half of the Eurasian continent as a result of a large national soil survey which lasted several decades so this was possible with the efforts of the former USSR and this labor intensive expeditions on country scale were never repeated since then so in soil research domain data sources are usually its field observations it can be soil descriptions continuous sensor measurements and others it can be laboratory analysis such as spectrometric analysis microscopic, demographic analysis a lot of different types of analysis provide data and also the proximal and remote sensing images as well as soil maps archives so when I say archive I mean the soil maps that were produced before the digital era so that they were in paper or right now they are in high definition resolution images and these archive soil maps which can be tens of thousands of sheets are an example of data which require digitizing and they could profit from application of image recognition techniques so the current states and motivations so the question of future soil dynamics as Earth's fertile layer became crucial with global population growth especially related to food security for example and it indeed causes large part of uncertainty in Earth's system modeling for example speaking about carbon dioxide emissions uncertainties reported come up to 20% so we obviously need to provide more ground truth data and for example soil type still cannot be determined remotely but it can be updated using for example archive maps together with modern remote data analysis and obtaining additional ground truth by text mining of scientific papers and in this relation since this question is very interesting also to us I'm very much looking forward to tomorrow's session on text mining of scientific papers on the Friday session so most of the present valuable knowledge about soil cover of the past is still in the form of paper cell maps or high resolution images this is because full map vectorization is still a non-automated and challenging task the work of making a digital catalog is still ongoing worldwide as you can see in national and international soil data centers however none of these resources contain a considerable amount of soil maps for the territory of former USSR and the software used there is normally and developed are normally not freely available so I would like to put this problem into context that we are developing in the soil data center in our institute and actually I'm happy to have listened yesterday a talk on which I was speaking about reproducibility crisis in machine learning experiments this is indeed an important question even more in natural sciences where reproducing an experiment is often a big issue so archive soil maps in this study are one of the sources of data in a soil information analysis system that we are developing its database includes a digital map library on the level of data and on the level of procedures it stores full protocols of map recognition procedures procedures and this is very similar for us to protocols of soil experimental data acquisition and analysis which is very important as an overall question that we are just a second So this scheme of the system of formalization allows to store maps with different level of detailization starting from bibliographic and metadata to fully vectorized maps in the same system Formalized data sources and data acquisition protocols allow for automated data processing accelerating the process of analysis error detection and additionally reduce uncertainty in model projections of the system all the models that are finally you use the data of the system well this is done by for example by assigning weights of two different methods precision data source reliability experimental or processing errors to the data and thus the two major goals of soil information analysis system is reproducibility of soil research results and comparability between standards overall manual image processing generates non-reproducible data and accuracy due to inaccuracy and subjectivity of experts and in particular here we deal with manual processing which is of course just not possible for large quantities such as thousands of map sheets automatic map processing for now includes the stages of map image pre-processing gear referencing and extraction of metadata where legions and description nodes are the most important because normally useful there is in actual research practice is not bibliographic information but metadata on actual contents and for example without this possibility it is not actually trivial to find for example all maps which contain a certain type of soil which can be very useful so the challenges we have here are quite known it's highly contrasting images it's difficult layouts difficult speaking about difficult layouts it means the soil map can contain within itself additional maps it can be text can be placed outside as well as inside the map frame and the background noise well this is also a very known problem that maps contain large amount of other symbols which are placed independently of the text and thus the over-the-shelf software for optical character recognition is not suitable so we need to construct our own pipeline to obtain gear-referenced metadata from high-resolution images of soil maps our goal here is to develop a soil map recognition tool to enable a fast overview of a large russian soil map collection and accelerate its further digitization so this tool will serve for data collection in the soil information system and as i mentioned just before in its turn the system aims for reproducibility of soil research and integration of heterogeneous soil data so we obtain images just using mass market camera of 24 megapixel which is minimal required resolution and we have jpeg files of 10 megabytes in the archive for the institute well we have approximately several thousands of map sheets no not know exactly we don't know exactly the number so this is the task to overview um and they are in different condition condition of paper quality and completeness of output information so we use the test sets of 200 maps 207 for this demo um so they it's we start with image preprocessing steps which include removing a linear luminescent trend correction of distortion due to perspective and detecting a map frames uh we suppose that any text located outside map frame is highly probably an imprint um then we do map segmentation uh into background and foreground so the background is actually the map and the background uh contains supplementary texts and legends uh since the same element may appear on the map area itself and in the metadata this is very important to do uh uh we use here uh super pixels in the color space and adaptive thresholding and then a segmentation into foreign background using grab cards um so the georeferencing um on the georeferencing stage uh of course we would like to render and make interactively accessible the map in high resolution on the map of the world in our catalogue uh for this we make rough soil map georeferencing using deep learning based algorithms firstly with um efficient and accurate scene text detector for text detection within the map area and this is followed by text recognition using tc rack or optical character recognition um um also the map language is detected and further whenever the detected language is not russian because it can be a former ussr language anyone a request is sent for translation of recognized text using yandex um um then all obtained words are checked for being similar to a location name and geographic coordinates are obtained using geonames database uh then a bounding box for the map is calculated which requires minimum two locations well but as much is the more the better and finally the image is depicted on a global map um here is just an example of obtaining a list of locations on a map uh foreground image and the resulting table contains location coordinates uh and interrelics and their coordinates on the image so if georeferencing automatic fails we provide the user an opportunity to interactively provide two location points on a map with a mouse and entering location names so then um everything else goes as as the same way as in automatic mode and here you can see the example of a user interface dialogue and um yes the rest steps are the same as in the previous slide um yes it's in cyrilix right now but you can see in the gray box this is what the geographical location which were obtained from geonames database uh uh deriving soil map metadata is carried automatically with a text recognition for the whole non-map area and provides possibility for keyword search this is the first step which is already something and then in addition uh the operator can select map attributes for soil parent material vegetation and etc and then select uh areas for text block recognition each area is processes is processed uh using uh tesseract with the detected language and translated if necessary um the operator is supposed to check the correctness of the text and choose an edit attribute name for for the block um and save metadata bounding boxes of all operators selected and verified recognized text are saved and used as annotations for further use as a training set in a layout detection techniques so here is just an example of a map area containing title and authors um well maybe more interesting is legions and so on but uh this this result is for the title and authors and the result of the optical character recognition uh of the original text which is shown on the left box and the language is ukrainian and the translation is shown on the right on the right box um so in in with this i would like to make a summary um well it's i did not shorten the text here but uh the main uh the most important uh for us is that uh maybe the pipeline of techniques here is not the most optimal but uh it's enough uh to process the data which is uh so the um the process um the speed of the data processing um is faster at least than the data of or the time of photograph taking photographs of the maps um and and we we have these three stages of uh introducing the maps into our system which is the minimal annotated and detailed and with the minimal we have a digital inventory of the libraries as the catalog uh on the annotated stage we have um digital map catalog with the summary overview and uh you can select maps that are interesting that that are can have a priority for full uh victorization um and in this yes this uh this work should um improve and um accelerate the third stage which is actually taking usually the longest time um yeah this i have everything to say so thank you thank you спасибо надежда у нас еще есть немножко время на вопросов по-русски либо английски скажите пожалуйста какой стандарт методанных вы применяете для идентификации изображений стандарт методанных для идентификации ну для официальной методанных should i reply in english or in russian ну любой лучше по-русски по-русски спасибо за вопрос но мы ну как бы методанные этих карт мы позволяем пользователям в принципе самим выбирать это поскольку это делают эксперты вот они определяют атрибуты сами вот то есть это довольно такая с форма свободная то есть мы как раз стремимся к тому чтобы не было какого-то коррект конкретного фиксированного я понял спасибо а какой инструмент вы для этого используете для чего конкретно для описания методанных если сам пользователь определяет состав атрибута значит какой-то инструмент у вас есть универсальный ну вот и вы имеете ввиду технически или как вот вводится это же не вручая ну как бы не каждая запись не будет разный состав атрибутов надо записать их эти атрибуты каждый раз по новой есть инструмент настройки у нас я могу позволить ответить с автором да который может быть лучше вам технически ответить но в целом методанные у нас хранятся в неком листе у каждой карты есть свой идентификатор и есть атрибуты для которых хранятся значит эти bounding boxes и содержимое то что эксперт увел вот вы же там еще библиографию привлекаете да ну я помню все спасибо у каждой карты есть координаты и ее общие данные и дальше у каждой карты есть атрибуты это все в листе и листы они позволяют как бы разные форматы хранить спасибо я еще вижу руку Александра Фасмиев у меня такой вопрос если у вас разные метаданные между собой ресурсы не связаны по одинаковыми то данным то как вы осуществляете поиск ресурсов своих пользователей как у вас осуществлять поиск ресурсов я поняла спасибо да значит но он у нас формируется просто в процессе того как то есть естественно если этот метод данной уже была кем-то определена то нужно использовать да вот тот 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 же тоже название если это совершенно что-то другое человек не может найти в имеющихся то он заводит новый вот в принципе если есть какие-то очень похожие но это уже экспертным образом дальше решается если пересечения можно мы можем объединять просто если просто люди по-разному посчитали одно и то же вот но в целом этот список растет он как бы естественно должен быть уникальным но мы позволяем а дальше уже идет обработка снова то есть сначала мы позволяем пользователям как бы самим решить а потом дополнительно делаем рефайн естественно после этого у нас остаются уникальные поля можно небольшой еще вопрос а семантическим поиском ресурсов вы занимаетесь ну вот я как раз сказала что мы очень заинтересованы и завтра поучаствовать в сессии которая будет посвящена я так понимаю там очень много будет докладов интересно вот это очень интересный вопрос для нас то есть мы в ресурсы вот в частности статьи в которых уже очень много описано почвенных данных с конкретными координатами и так далее то есть мы как бы пока что делаем что мы вытаскиваем статьи в которых есть указаны координаты и дальше конечно нам допустим было интересно автоматизировать как-то вытаскивание данных оттуда которые соответствуют хорошо спасибо за ответ я понял тогда манюк снова короткий вопрос похоже на то что я правильно не понял у меня вот такой вопрос металл данные выводятся из текста ручную или каким-то механизмом значит и спасибо да то есть у нас на этой стадии предполагается так что есть общее да анализ текста но поскольку я очень сложный мы как бы на первых на первых порах мы собираем от пользователей мы просим их выделить как бы аннотацию делать да которую дальше мы собираемся использовать уже чтобы ускорить процесс все вот эти координаты значит если это легенда если это какие-то другие данные значит человек просто говорит да я вижу это правильно перевод правильный и значит цифровка правильная и координаты такие-то дальше мы вот этот сложный лейаут карт мы собираемся его автоматизировать до распознавания потому что так вот тоже из готовым продуктом это делать не получается для почек как бы слишком слишком сложный вот но возможно нам удастся ускорить этот процесс вот то есть пока что он идет как аннотация вот но мы храним сохраняем эти данные для того чтобы использовать их как для тренировки можно было распознавать а надежда как и с качеством с качеством ну вот вопрос да я сам мари написала что на стадии когда вот мы сейчас наберем а некий набор аннотированных карт для вот этих вот 200 то есть мы пока что геореферензинг сделали для них автоматически а вот аннотацию всех полей метаданных еще не завершили и после этого мы попробуем попробуем на этом наборе как-то уже как автоматизировать то есть мы попробуем на нем обучить да какой-то алгоритм дальше вот эта стадия она у нас еще не началась но мы к ней как двигаемся и соответственно тогда мы сможем доложить и какие какие-то точно но пока что для первых задач для того чтобы вообще можно было найти например все карты которых есть дерновоподзолистые там какие-то конкретные почвы уже можно эту задачу решать вот она уже решается хорошо следующий обещает 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 да на следующий анти хорошо спасибо тогда надо идти на следующий заклад это будет форма концепт аналисис и м баймейбе микаэл бугатирев вот михаил есть списке но обещал быть по почте мы общались по крайней мере сейчас ну ладно если и другие люди тоже не другие авторы тоже не в списке нет вроде вроде кажется есть значит у нас да дарья у нас петренко есть сейчас да и михаил горела то есть авторы всех докладов кажется наличие давайте попробуем еще михаил михаил богатырев вы здесь ведь михаил пока нет ну ладно можем быть тогда сразу перейдем на следующий доклад дарья петренко по моему следующий доклад после этого да я здесь меня слышно здравствуйте давайте давайте так сейчас секунду я тогда настрою слайды на да да какие в принципе да да Вы видите мою экрану? Я приготовил мою поговорку в английском, поэтому сейчас я перейду в английском. А, и я включаю мою камеру. Меня зовут Дарья Петренко, и я из Ломоносов-Московской Университет. И сегодня я представлю письма, которая называется «Дистанции parameterized by size, models, and adaptation techniques». Так, сейчас есть многое количество объектов в которых часть модельного системы, как их properties, вроде бы как транспортного системы. И исследователь интересен в лабораторию of transition from one object to another one and for example in case of tasks related to tracking objects correspond to cities and labor intensity to time or cost of cargo transportation between them. Another example is a computing cluster where objects correspond to processes and laboriousness to message passing delays. So one can see that in these examples the laboriousness is actually determined not only by the objects themselves. In the first example it also depends on the mass of the transported cargo and in the second one on the message length. So the traditional definition of distance is not enough and in our work we suggest to use a function of three arguments, two of which take objects and the third one some conditional cargo size and we call such function a distance parameterized by size. The majority of normally functioning transport systems meet a natural set of requirements and non-compliance with any of these requirements might indicate the system malfunctions. The formalization of this concept of distance parameterized by size gives us an opportunity to verify the fulfillment of these requirements and to estimate how far our real system lies from the correct one. So the formalization of this concept itself gives us a tool for quantitative measurement of system quality. Also collecting information information on transfer systems almost always results in a large amount of data that is very hard to store and to analyze in its raw form. Therefore we propose and investigate approaches to modeling such systems which allows to highly compress this initial information. Now let's introduce some form of definitions. Let X be an arbitrary set of objects and S a partially ordered set of sizes with an addition operation. Metric parameterized by size is a function that converts a pair of objects and a size to a real number. And for a fixed size value it satisfies all of the distance axioms. And for a fixed pair of objects the axioms of monotonicity and indivisibility. Similar to normal distances without D5 axioms, the axiom of identity of indistinguishable, this function is named a pseudometric parameterized by size. And without D4 and D5 axioms. It is called a distance parameterized by size. Now let a finite set of objects of cardinality n and a finite set of sizes of cardinality k be given. Let delta be a three-dimensional tensor such that delta ijk contains a measured initial difference between the objects i and j and parameterized by size with index k. Now let's move on to concrete models of distances parameterized by size and their approximation methods. The first model is called a proportional distances model. Let dist be a distance defined on x and r a function from sizes to real numbers. And consider the function rho, the formula you can see on the slide. If dist is a distance and r satisfies the axioms of non-negativity, monotonicity and sub-additivity, then rho is a distance parameterized by size. Now let's move on to adaptation method. Consider the proportional distances model with dist Euclidean. The solution is constructed in the following form. We build a uniform group configuration x in a space of a given dimension l and a weight vector r. And the optimal solution satisfies conditions of theorem 1 and minimizes the so-called stress function. Here w are some predefined object weights. Our proposed adaptation method generalizes Smokov algorithm. It is an algorithm from multidimensional scaling theory using active set method. Now the second model, which is called an individual differences model. Let x be a set with defined distance dist such that its elements are vectors of length l. And r is now a function from sizes to real-valued vectors of length l. For all elements of x, an operation of multiplication by a real-valued matrix is defined. Consider the function rho, the formula you can see on the slide. If again dist is a distance and r is non-negative, monotonous and sub-additive, then rho is a distance parameterized by size. Now adaptation method. Again, consider the proportional distances model, or sorry, an individual differences model with dist Euclidean. Let us construct the solution in the following form. x is again a uniform group configuration and r is an L-dimensional weight vector for each size. L is a hyperparameter of our model. The optimal solution satisfies conditions of theorem 2 and minimizes the stress function. Here again, w are predefined weight vectors for objects. The proposed adaptation method is another generalization of Smokov algorithm using ECTICSAT method. Now let's move on to experiments. The experiments were carried out with data on message passing delays in Lomonosov supercomputer system. In our experiment, the data was collected for 78 processes and for 100 different message lengths in range from 0 to 100,000 in increments of 100 bytes. And for every audit pair of processes and for every message length, several measurements of delays were taken and then the median of the obtained measurements was computed. So finally, we got a tensor of dissimilarities parameterized by size, which is a real-valued tensor of size 78 times 78 times 100. And first of all, we wanted to measure how real data correspond to our proposed axiomatic model. To do it for each axiom, we took all pairs or triplets of values from the input tensor, for which it is correct to check this axiom's fulfillment. And then we computed the fraction of this pairs of triplets for which the axiom is incorrect. The results are shown in the table, and you can see that the values are very small. During further experiments, the proportional distances and individual differences models were adapted to this real data for different values of L, where L is the solution space dimension. For comparison, these models were also tuned without parameters restrictions. Under this condition, they equal to the existing models from multidimensional scaling theory. And their adaptation methods equal to Smokov algorithm generalizations for these models. So, comparison to unconstrained models is actually comparison of our proposed methods to the existing ones. The first figure shows the final values of normalized stress function obtained for PD and ID models in their constrained and unconstrained versions. The stress values for the conditional and unconditional optimization are almost indistinguishable, so they look like two lines in the plot. The results of constraint models adaptation satisfy all the axioms of distance parameters by size because of the methods. And as for the results of unconstrained adaptation, only the fulfillment of distance axioms is guaranteed for any parameter values. And for the axioms of size, we measured the fraction of the resulting tensor for which these axioms were not fulfilled. Non-negative values were obtained only for the monotonicity S1 exon, and the dependence of these values on parameter L is shown in the second figure. You can see that for ID model the values are rather high, and they are non-zero. So, it is more important for us. Then, the conclusions from the experimental results are the following. First of all, we can say that the examined supercomputer system works properly. First of all, the axioms of distance, parameterized by size, are violated only for a small amount of real data. Also, the values of normalized stress function for models adapted to data take very small values, so the system is rather close to the correct one. And finally, the values of normalized stress are similar for conditional and unconditional models, and it means that the requirements for other parameters don't impose significant restrictions on the quality of model adaptation. Another conclusion is that unconstrained models don't ensure fulfillment of all the axioms, but they achieve the same degree of approximation as constrained ones. So, the proposed methods both get high degree of approximation and ensure all the axioms for fulfillment. We also compared PD model to ID model based on the results of our experiments, and we concluded that individual differences model may be redundant for our data. The normalized stress function values differ only for large values of L, and if we want to obtain high degree of compression, we should take small values. And the number of parameters and tuning time for ID model is much larger. The number of parameters and the plot with tuning time depending on L can be seen on the slide. So, in conclusion, in this work we introduced the concept of distances parameterized by size and proposed several specific models of such distances. For each model we found sufficient conditions on parameters and provided adaptation method. We also experimentally demonstrated a good quality of approximation for models with small number of parameters and comparability of losses with unconditional problem statements. We also showed models usability for system quality quantification. Thank you for your attention. Do you have any questions? Thanks a lot, Daria. Thank you. Thank you. Questions, please. I see here also Archil. Yes, hello, I'm here and I'm glad to see all the participants here. Okay. And I would like to say that Daria prepared very nice and I quite satisfied with Daria's talk. So, well done. Okay. Thank you. Is there a question by Zaghi? Yeah, you can. It's probably easier in Russian, right? Yes, you can. So, I have a question. There's a question. Well, it's a little bit, right? Ok. Well, here's the question, right? It's important for such a wide range of distances. Yeah. This is shown to be a bit, but for such a wide range of distances, Okay. The question is, yes, about using the next range of distances. So, first, what do you suggest to take? First, what do you suggest to see? So, what do you suggest to take the method of machine learning how to take? So, I'll try to take a minute. Сейчас, минутку. И второй вопрос. В каких прикладных областях наблюдается такое, что обычных метрик расстояния недостаточно, а нужны именно такие метрики? Кроме того, что вы здесь рассматриваете, вот этот ваш пример. Так, ну, в общем, по поводу первого вопроса мы приводим в статье методы настройки параметров моделей, которые не связаны с машинным обучением, то есть там будут использоваться алгоритмы, основанные на алгоритме смоков. Это метод из многомерного шкалирования. Ну, и в общем, то есть в статье мы более подробно описываем этот метод настройки весов. И он позволяет как раз настраивать параметры модели под данные. Под моделью сейчас имеется в виду вот ваше параметризованное расстояние? Да, то есть у нас есть модель расстояний, а есть метод настройки этой модели под реальные данные. Ну, и это все написано в статье, то есть там и метод настройки тоже есть. Я просто подробно не стала здесь технические подробности в докладе рассказывать, потому что там очень много. Если можно, я, может быть, прокомментирую. Сергей, на самом деле у вас, наверное, немножко другой был вопрос. Он заключался в том, что вот расстояние между объектами исходной, содержательной постановки задачи, откуда берутся, да, и как их можно было бы моделировать. То есть, соответственно, вот стандартные метрики, они же применяются к каким-то стандартным сущностям. Вот как вы измерили в каком-то исходном, содержательном или бизнес-пространстве это расстояние, мы этим вопросом сейчас не задаемся. Хотели, использовали евклидовое расстояние, хотели какое-то современное, специализированное расстояние использовано. Для нас расстояние даны, уже есть какой-то способ в содержательной предметной области посчитать расстояние. Но дальше эти расстояния надо упаковать. И первое, да, их надо упаковать, чтобы использовать для разных задач. Например, что касается задержек суперкомпьютера, да, там и вообще в вычислительных кластерах. На самом деле дальнейшая прикладная область – это планировщики. Современные планировщики, они должны работать не только с длительностью вычисления, да, какой-то задачи, но и с длительностью сбора данных на узле, чтобы вычисление можно было начать. И, соответственно, чтобы вот такие планировщики снабдить исходной информацией, нам нужны модели в духе, как Дарья сейчас представила. И вот это такая идеология есть. Другой здесь важный аспект, что мы сразу же добавляем содержательные условия, что вот это метрические предположения выполнены. Не в любой содержательной предметной области нужны метрические требования. Но где-то они уместны, где-то естественно ожидать, что если вот какая-то система работает корректно, или отличает каким-то нашим представлениям о своем устройстве, она и этим требованиям должна соответствовать. И в каком-то смысле здесь мы измеряем степень соответствия вот этим требованиям. И если они в предметной области уместны, то мы в каком-то смысле показатель качества вот этой реальной системы предлагаем. Понятно, спасибо. Но вы даже и на второй вопрос сразу же ответили, да, про возможные условия. Потому что это самые частые вопросы. А, я понял, понял. Не, ну все-таки, а можно еще, значит, в продолжение, да. Вот если мы планировщик берем, то в планировщике-то там для построения этих планов там машинное обучение используется какое-нибудь? Ну, скажем честно, Даша этой части никогда в жизни не была. Не-не-не, а я, если нельзя сейчас ответить на вопрос, я не это самое, я так это, более общий вопрос дальше. Сейчас, да, довольно активно используются попытки того или иного информационного моделирования, чтобы вообще изучить свойства задачи. Там же, да, вот у нас есть задание, и надо как-то прикинуть, какие у этого задания свойства, чтобы понять, как планировщик может пристроить это задание. И свойства бывают самого разного типа, например, да, сегодня же есть даже проблемы, что на каком, да, вот уже есть крупные консорциумы суперкомпьютеров, и на какой из суперкомпьютеров перенаправить бы вот какой-нибудь поток заданий. То есть на самом деле сейчас как бы довольно уже развиваются, ну вот, федерати, это называется, по-моему, федерации вычислителей или как-то так, да. То есть на самом деле вы отправляете свое задание в какое-то облако, и это облако уже должно выбрать там из нескольких университетов суперкомпьютер, чтобы куда-то пристроить на выполнение. Или рассмотрим ЦЕРН. Да, вот в ЦЕРНе на самом деле тоже очень сложная такая система. Есть целый ряд узлов, которые хранят результаты экспериментов. Есть ряд узлов вычислительных, есть узлы, связанные напрямую с лабораториями и так далее. И там тоже непростой вопрос, как вообще все бы это разместить и соединить. Да, ну там целый блок проблем, потому что с одной стороны у инфраструктуры есть много хозяев, да, много разных хозяев, им не так легко договориться, да, у настройки инфраструктуры. Но вот там много задач. И, конечно же, во всех этих задач самых таких разнообразных местах машины, модели машинного обучения сегодня используются. Я думаю, что лекции надо читать. Да, я тоже думаю. Спасибо, правильно. Вы правы совершенно. Я думаю, что надо тогда перейти к следующему докладу. Очень большое спасибо, что вы говорили по-английски. Надо это делать. Так, Бернард, одно маленькое замечание. Мне опять написал Михаил Богатырев. И вроде он хотел снова подключиться. Давайте, может быть, надо проверить, он готов или нет. Он там. Михаил, слышно меня сейчас? Сейчас, слышно? Слышно? Да, нет. Сейчас. Михаил, вас слышно? Я вонлайн. Михаил, вас слышно? Я не знаю, что... Я не знаю, что... Можно я говорю в русском? Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Я прошу прощения за вот эту нестыковку, но я имел в виду, что подключусь в 17.10 вроде бы по плану. Ну, постараюсь, так сказать, исправиться. Я представляю Тульский государственный университет, институт прикладной математики и компьютерных наук и лабораторию информационных систем при кафедре информационной безопасности. Наш доклад посвящен эволюционному подходу в мультимодальной кластеризации на формальных контекстах. Прошу прощения, можно только полный экран делать? Содержание. Полный экран, пожалуйста. Полный экран, да? Сейчас попробую. Ctrl-L. Я вроде бы в полном экране. То есть что-то вот так может быть, да? Ctrl-L. Ctrl-L, Михаил. Так, ага, хорошо. Понял, спасибо. Вот это вот план. Мы рассмотрим мотивацию, постановку задачи, определение соответствующие, и те эксперименты, которые мы провели. Мотивацией к работе является наличие гетерогенных данных, вот в домене интенсивного использования данных. И в задаче кластеризации гетерогенных данных есть одна особенность. Поскольку они принадлежат разным доменам, а в классических подходах к кластеризации используется некоторая мера близости, то вот придумать такую универсальную меру близости для совершенно разных данных бывает проблематично. И есть необходимость придумать специальные подходы для того, чтобы эти данные кластеризовать. Вот одним из подходов является анализ формальных понятий, о котором речь пойдет дальше. И вот в рамках этого подхода мы использовали эволюционные алгоритмы, эволюционные вычисления, которые тоже продемонстрировали свою эффективность. Эта тема достаточно изучена во всех ее направлениях. Анализ формальных понятий существует достаточно давно. Мультимодальная кластеризация – это кластеризация нескольких множеств сразу, когда данные принадлежат вот этим разным доменам. И наиболее развиты здесь направления B и 3 кластеризации, вот они применяются в биоинформатике, в известной задаче исследования экспрессии генов. Там как раз вот такие большие таблицы значений экспрессии должны быть кластеризованы, чтобы найти гены, которые выражают коэкспрессию, то есть одинаково действуют. Ну и сам по себе эволюционный подход к кластеризации тоже достаточно давно известен, аж с 98-го года вот была первая такая диссертация. И сейчас появляется достаточно каждый год практически, как мы увидим, дальше появляются все новые и новые эволюционные алгоритмы. То есть вот каждый из этих направлений живо и предлагает свои подходы к этой задаче. Анализ формальных понятий основан на понятии формального контекста. Это отношения, построенные на двух множествах, множестве объектов и множестве атрибутов, и отражающие факт сочетания этих множеств, то есть факт принадлежности атрибута определенному объекту. Это, в общем-то, матрица, она может быть бинарной и небинарной, заполненная элементами, и на ней можно построить так называемую решетку понятий, которая представляет собой граф, узлами которого являются сочетания вот этих объектов и атрибутов, и фактически здесь решается задача бикластеризации. То есть одновременно два множества объектов и атрибутов кластеризуются, образуя вот такие формальные понятия. Формальность здесь как раз в том и состоит, что они просто вот сочетаются, то есть мы получаем наборы атрибутов и объектов в каждом узле. Но эти узлы организованы иерархично, то есть мы можем увидеть понятия менее общие, более общие, и решетки понятий часто применяются как каркасы антологии, то есть на их основе строятся информационные ресурсы, которым потом можно делать запросы. Запросы можно делать непосредственно к объектам и атрибутам и выяснять их близость в рамках вот этого графа. Но если тут еще в дело вступает антология, то такая система становится уже такой более мощной, полноценной системой поддержки принятия решений. И вот это направление, оно довольно перспективно. То есть использовать решетку как каркас, а дальше нанизывать на него элементы антологии и использовать вот такой комплексный информационный ресурс. Но не все так просто. Мультимодальная кластеризация, когда объектов и атрибутов не два множества, а n, она сталкивается с рядом проблем. Ну формально теория здесь существует, и вот здесь есть определение мультимодального кластера, как некоторого набора, как сочетание вот из n множеств с определенными условиями замкнутости. Здесь уже необходимо применять тензорное исчисление, это мерный тензор. И в нем нужно находить другие тензоры меньшей размерности, которые плотно заполнены элементами. Вот тогда они будут формальными понятиями. Доказано, что там тоже существует многомерная решетка, но на практике размерностью 3 как-то вот до сих пор ограничивается. Потому что на самом деле трудно придумать практическую задачу, где вот четвертое измерение появляется. Вот здесь третьим измерением являются условия сочетания объектов и атрибутов, вот множество b. И вместо формальных понятий используются так называемые достаточно плотные кластеры, когда не все элементы вот этого тензора заполнены, в них есть некоторые пустоты, но этого достаточно для того, чтобы кластер представлял собой определенный интерес. Так что три кластеризация это вот направление, которое здесь развивается. Здесь есть соответствующие алгоритмы, они в большинстве своем построены на специальных операторах, которые связывают объекты и атрибуты. И вот эта иллюстрация внизу как раз показывает, что не все здесь так просто, поскольку вот реальными кластерами, реальными понятиями являются только те, которые вот в этом кресте, в зеленом и в сером, а не всякий кластер будет понятен. И вот алгоритм еще не соответствует как бы строго теоретическим положениям. Но есть решения, которые позволяют строить формальные понятия, то есть абсолютно плотные кластеры, н-мерные тензоры на любой размерности. Эволюционный подход к этому направлению, он основан на эволюционных алгоритмах, которые развивались вот с 75-го года, начиная с классического. Я прошу прощения, я получил письмо от Сергея. Что-то не так, можно меня прервать? Нет-нет, все хорошо. Все хорошо, спасибо. Вот здесь, в этом году появился очень интересный обзор его координаты сверху, алгоритмов, которые вот инспирированы биологией, начиная с 75-го года до 21-го. И мы видим огромный список алгоритмов, мы видим, что они появлялись почти каждый год, новые. Ну и ясно, что они уже далеко ушли от того классического генетического, и тут вот есть алгоритмы лошадиного табуна, и прочие колонии пчел, и так далее, и так далее. Ясно, что часто это скорее дань некой, так сказать, направлению моде, но тем не менее направление развивается. И от классических генетических алгоритмов далеко ушли. Здесь много интересных решений. В принципе, начисление может быть проиллюстрировано вот таким образом, как система с обратной связью. Причем сам объект, оптимизацией которого мы занимаемся, он может быть представлен как черный ящик. Мы только подаем туда входы, получаем выходы, формируем некий критерий оптимальности, и потом воздействуем на параметры, потому что решается чаще всего задача параметрической оптимизации, чтобы наши выходы соответствовали вот этому критерию. И генетические алгоритмы, генетические или какой-либо другой эволюционный, обладают тем свойством, что они, в общем-то, за конечное число шагов могут вывести нас в область глобального экстрема вот этой функции критерия, и там мы найдем вот эти решения. Это на самом деле так. То есть алгоритм работает достаточно быстро. Ну вот формальный такой вот слайд, который поясняет суть этого алгоритма, там есть алфавит, с помощью которого кодируются решения, часто он бинарный, там есть хромосомы, там есть гены. И вот вся эта биологическая терминология, она прямого отношения к генетике не имеет. Это скорее такой вот удобный инструмент, который вот в свое время критиковали, сейчас уже теория генетических алгоритмов сформировалась. Вот. И вот эти соответствующие операторы отбора микросовера и мутации, они позволяют, манипулируя вот этими хромосомами, которые кодируют решения, находить среди них оптимальные такие подмножества, которые и задают вот оптимальные решения. Заметим, что в задаче кластеризации напрямую, вот в явном виде, меры близости не применяются никак. Здесь есть перебор возможных вариантов, и вводятся некие внешние критерии их качества, которые проверяются. Но вот расстояние между объектами явно в виде никак не вычисляются. Вот. В этом есть особенность. Критической проблемой здесь является вот это кодовое представление. Ну, на этом слайде есть несколько вариантов. Вот в свое время тут исследовались разные варианты кодирования вот с помощью таких хромосом. У нас есть свой вариант, мы его называем цепочечный. Там вот, значит, N объектов, это N кластеризуемых объектов, и в позиции каждого объекта стоит номер другого объекта, который попал с ним в один кластер. Поэтому вот хромосома, каждая хромосома может быть отдельным кластером, кодирует отдельный кластер. Вот это кодирование мы применяли. Перейдем непосредственно к данным. Значит, у нас было два набора данных. Первый набор касался осложнений инфаркта миокарда у 1700 пациентов. Это открытый набор, сделанный в Красноярске. Очень качественно, так, скрупулезно. И на них, вот можно, мы строили несколько формальных контекстов, как бинарных, так и трехмерных, где было 1700 пациентов. Соответствующих атрибуты касались анамнеза, терапии, анализов, собственный инфаркт, ЭКГ и так далее. Вот тут пример из нашей фреймбок, как выглядело кодирование отдельных элементов. Второй набор, тоже открытый набор, это данные о преступлении подростков в США. Он хорош тем, что там уже вычислены формальные понятия, вот их 79 штук, с помощью известного алгоритма Data Peeler. И здесь удобно с этим набором все сравнивать, поэтому он очень удобен для сравнения. Алгоритм, который мы применяли, он основан, разумеется, на классическом генетическом, но тут есть некоторые особенности. Здесь очень длинные хромосомы, вот у них там несколько тысяч элементов, и они бинарные для простоты. Но обработка таких длинных хромосом сейчас не проблема, поэтому, в принципе, все сошлось хорошо. То есть несколько тысяч элементов, и все операторы на них работают достаточно быстро. Вот, собственно, плотность, основная характеристика наших кластеров, функции пригодности. И нас интересовали также кластеры, которые имеют максимальный объем. То есть сочетание объема и плотности оказалось противоречивыми критериями. Сейчас мы это увидим. Вот здесь показаны временные характеристики на очень таком среднем аппаратном обеспечении с помощью системы, которая нам очень помогает, поскольку позволяет быстро решать множество задач. Это многоядерная система математика. И мы видим, что зависимость хорошо показывает шкалирование. То есть и двух- и трехмерные контексты обрабатываются за приемлемое время. И разные размеры этих контекстов тоже понятным образом влияют на время. Значит, с помощью мутации можно управлять кластеризацией, можно охватывать пространство поиска в меньшей или большей степени. Вот тут два варианта мутации показаны. И как менялась при этом функция пригодности. Вот она неустойчива была. При маленькой мутации все шло к экстремуму. Но если уж там было 30 кластеров, то на левом графике они так 30 и оставались. Поэтому здесь такая стабильность алгоритма очень важна была. Вот то, о чем я говорил. Вот эти два критерия, объем кластера и его плотность, они буквально в противофазе себя проявили. И это наводит нас на мысль о том, что необходима многокритериальная кластеризация. То есть оптимизация должна быть по двум критериям. Они противоречат друг другу. Сравнение с алгоритмом DataPillar для данных инфаркта, оно показало как раз особенность вот этого подхода в том, что вот здесь DataPillar дал 12 миллионов примерно формальных понятий, из которых большую часть бессмысленно. А мы тут, в общем-то, на 30 возможных интересных выбранных нами ограничили 30 кластерами, на них смотрели абсолютно плотные. Так вот, 4 даже оказалось интересных абсолютно плотных. Поэтому в целом преимущество подхода в том, что мы можем хоть как-то здесь, управляя вот этой эволюцией, приблизиться к интерпретации кластеров. То есть из 12 миллионов мы не можем их все просмотреть, поэтому нужно как-то здесь ограничиваться. Задача извлечения фактов стоит всегда за задачей кластеризации. Нам они интересны как сочетание множеств, которые предъявлены нам, могут нас навести на какие-то размышления и представить буквально факт. Вот здесь у нас были на данных инфаркта такие тривиальные факты, что, в общем-то, возраст влияет на осложнение, и предыдущие сердечные приступы тоже влияли. Но был один подозрительный такой факт, что вот были осложнения у пациентов, которым не давали определенную терапию. Ясно, что его надо обсуждать уже с кардиологами. То есть это формальное сочетание атрибутов и объектов и условий, оно получилось, вот оно состыковалось на наборе, но понятное дело, что специалист должен его оценить отдельно. На втором наборе мы перешли к парето-оптимальным решениям, потому что то, о чем я говорил, что вот эти два критерия противоречат, поэтому мы попробовали сделать парето-оптимальную двухкриториальную оптимизацию. Здесь показана визуализация, которая используется в нашем фреймворке. Вот это начальный вброс и конечный фронт парето, где зеленым уже помечены. И мы видим, что на четвертом шаге все сошлось. Это вот свойства генетических алгоритмов эволюционных. То есть всего-то было 10 хромосом. Это немного, конечно, но все сошлось на четвертом шаге. Потом мы использовали большее число хромосом, 100. И вот мы на 100 нашли 24 разных кластера. Это вот как раз для того, чтобы второй набор сравнить с 79 формальными понятиями, которые дал алгоритм Дейта Пиллер. И вот здесь вот факт, который интересен. Мы его нашли вот в таком виде. Он означает, что мальчики 17 лет, вот М17, вот в эти годы совершили все вот эти преступления. Тут вот и вождение бесправ, и воровство, и так далее, и владение оружием, и быть нетрезвым, и так далее. И вот только 17 лет. Вот интересно, что это какой-то вот такой критический возраст. Вот все вместе в 17. Но этот кластер плотный, то есть 0,84. И мы считаем, что он информативен. В Дейта Пиллере этот кластер размазан. Там М17 повторяется несколько раз в разных сочетаниях. Поэтому вот такое вот изолированное отдельное решение это у нас получилось. Но с плотностью меньше единицы. Вот. Эти исследования продолжаются. Парето-оптимальный подход, нам кажется, более перспективен. И он реализуем такими, в общем-то, простыми средствами. И, в общем-то, мы собираемся его продолжить. В качестве вывода, вот можно сделать два таких вывода, что в целом подход, как дополнение к известным алгоритмам мультимодальной кластеризации в рамках анализа формальных понятий, он, видимо, имеет право на жизнь. Ну и вот тут можно гармонизировать много мультимодальную кластеризацию с много критериальной оптимизацией. Потому что там в мультимодальной несколько множеств, а здесь несколько критерий. И, наверное, вот это сочетание одного с другим, оно тоже было бы интересно. Такая вот гармонизация. В конце хотел бы особо поблагодарить Робина Грунда за вот эту визуализацию фронта Парето. Вот код он нам предоставил. И готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. Ну, спасибо, Михаил. Я думаю, что мы можем еще как-нибудь вопросы пустить. Вы пока еще работаете с нормальным текстом, как данные. А что получается, если эти данные не очень доточные? Допустим, даже маленькие ошибки. Если есть данные... Ну, в данном случае надо говорить о формальном контексте, который представлен небинарно. То есть там есть действительные значения, которые отражают какие-то экспериментальные измерения. В этом случае есть несколько подходов. Ну, два, в общем-то, подхода. Первый подход в рамках анализа формальных понятий превращает этот небинарный контекст в бинарный. Но там вводятся интервалы. И вот тогда вот эти ошибки, они могут быть нивелированы. То есть мы жестко задаем интервал, и что в него не попадает, мы отфильтровываем. Есть еще один подход, когда вот этот двумерный, например, небинарный контекст становится трехмерным бинарным. Но здесь с ошибками уже так не сработаешь. Поэтому вот, видимо, в первом подходе, который называется концептуальное шкалирование, conceptual scaling, там это можно сделать. Хорошо. Спасибо. Я еще вижу руку Манюха. Да, дорогой Бернард, это неверный прониссейшн. Не Манюх, а Манюх. Уже второй раз. И еще третий раз. У меня вот такой вопрос. Просто я хочу понять. Вот покажите, пожалуйста, предпоследний слайд. Да нет. Следующий. Да нет. Вот этот слайд. Вот я резюме. А вот здесь. На первом пункте говорится следующее, что этот подход эффективен. Вот эффективнее средство. Вот можно понять, что это означает. Эффективное средство. Ну, если мы говорим об алгоритмах, алгоритмическом обеспечении, то вот на задачах, когда размерности данных бывают разные, 2, 3, 4, то важно шкалирование. То есть при увеличении размерности, как у нас изменяются параметры алгоритма, но в данном случае мы проверяем его время вычисления. То есть растет ли оно линейно, растет полиномиально или растет экспоненциально, что уже там полные задачи могут быть. В этом смысле вот алгоритм продемонстрировал квазилинейность чисто экспериментально. Доказать это теоретически довольно сложно, потому что тут много таких вот логистических установок в нем. То есть все направление, связанное с эволюционным веществлением, оно экспериментальное. Поэтому там настройки часто делаются под задачу, и они могут быть в другой задаче уже не актуальны. Вот. Это первое. Второе. С точки зрения интерпретации кластеров. Основной посыл состоит в том, что если мы будем искать точные формальные понятия, вот эти тензоры полностью, то мы найдем их огромное количество, и интерпретировать их будет сложно. Там вот, например, вектор строка, то есть все объекты могут служить понятием без единого атрибута или все атрибуты. Вот. Поэтому нужно выбирать из них некие подножества, которые заранее можно как-то связать с некоторыми внешними характеристиками. Вот здесь пока две характеристики. Объем и плотность. То есть плотность, когда сочетаются объекты и атрибуты, вот я на двумерном случае могу показать, если все-таки мы находим плотный достаточный тензор, то это сочетание может быть информативным. Но там должны быть и объекты, и атрибуты. Мы видим, что одно связано с другим. Вот. На трехмерный, четырехмерный и так далее случаи вот этот принцип остается в силе. Объем характеризует нам то, что большое достаточное количество объектов и атрибутов связано вот этим отношением. То есть это некая закономерность вот на этих данных. Поэтому оба критерия важны. И поскольку генетический алгоритм мы можем управлять этим, то мы можем, в общем-то, как-то заранее себе заказывать вот этот набор кластеров, а потом уже его анализировать. То есть мы управляем процессом кластеризации. В этом смысле вот этот подход объективен. Подходы предыдущие, вот в рамках анализа формальных понятий, мы получим все кластеры, а потом начинаем их последовательно фильтровать, смотреть на них. Ну или фильтровать формально по той же плотности. То есть вот не всегда я не знаю таких вот прямых алгоритмов, основанных на операторах, которые в процессе вычисления кластеров отфильтровали уже бы непригодные с точки плотности. Плотность потом проверяется. А здесь мы плотность задаем, она уже может на уровне хромосом работать. То есть вот принцип вот этого генетического алгоритма, когда мы на уровне хромосом работаем, он здесь реализуется. Ну а второе положение, оно чисто такое, ну как бы литературное. Вот. То есть как бы естественно, что если у нас несколько множеств, мы хотим одновременно их кластеризовать, а в каждом множестве может быть свой критерий оптимальности. Поэтому надо их оба использовать. Нельзя универсальный, например, сумму их. Вот обычную плотность и объем кластеров, их как-то в одной функции пригодности можно скомбинировать. Вот там в числитель, в знаменатель поставить, со всякими коэффициентами ввести. Вот. Но лучше сделать все-таки вот Парето оптимальное решение. Хорошо. Надо еще... Получается тут интересная вещь. Вот Парето оптимальное решение дает эквивалентные кластеры, а не все эквивалентные. А вот когда мы на них смотрим уже вживую, то мы видим, что они разные. Вот эквивалентность с точки вот этих двух критериев. Может быть, надо ввести еще критерий, когда эквивалентность уже будет подтверждена и их таким вот информационным содержанием. Ну, может быть, я ответил на ваш вопрос. Спасибо. Я думаю, что надо идти вперед. Для последнего доклада я вижу, что Михаил Горелов и СИО. Я здесь. Вы будете докладывать об Комплексе? Ну, в частности, буду и об этом говорить немножко. Хорошо, хорошо. Почти. Ну, сначала надо выключить экран. Выключил, да? Выключил. Михаил, пожалуйста. Так, сейчас я попробую свой экран. А вот есть, да? Пока нет. Видно? Нет. Появилось? Нет, для меня хотя бы и нет. Нет. Так, сейчас давайте еще раз попробуем. А, вот, поделиться. Теперь есть? Есть мой экран? Да. Да, сейчас есть. И, пожалуйста, Ctrl-L нажмите. Ctrl-L. Прекрасно. Пока нет. Ctrl-L. Так, есть? Да, спасибо. Вот. Собственно, мы хотели рассказать о некой проблеме, которая вроде бы является очень актуальной, но, которая почему-то мало кто занимается. Ну, вот, в частности, и на данной конференции подходящей секции для нас не нашлось. Ну, мы надеемся, что вот наш доклад как-то обратит внимание на эту тематику специалистов из смежной области, и они придут со своими инструментами, со своими методами и подключатся к этой работе. Значит, речь идет вот о чем. Давно уже говорят о том, что нужно оптимизировать, улучшать механизмы управления той же самой экономикой. При этом, вот, я уже в последнее время очень часто слышу слова о том, что механизмы управления должны быть простыми. Причем, вот, это приходит слышать как от академических экономистов, так и от практикующих бизнесменов. Поэтому, вот, вроде бы, мне кажется, что тематика достаточно актуальна. С другой стороны, вот, практически никто этим делом не занимается, и, как я понимаю, причина здесь состоит вот в чем. Вот, если мы хотим описывать процесс управления какой-то достаточно сложной системой, в которую включено несколько субъектов, мы много что должны описать. Ну, прежде всего, нужно описать возможности каждого субъекта, нужно описать его интересы, нужно описать его информированность, нужно описать его отношение к неопределенности, как минимум вот это, может быть, что-то еще. Если мы хотим говорить о сложности, то все эти описания нужно дать в каких-то конструктивных терминах, то есть на алгоритмическом языке, и при этом, ну, вот, написать какую-то модель, с которой можно было бы работать достаточно конструктивно, не получается. Вот, поэтому здесь вот получается некая коллизия с тем, что мы хотим описать, и с тем, что мы описать можем. Соответственно, один из выходов, который удалось нащупать, состоит в том, чтобы перейти все-таки от конструктивных понятий к более привычным теоретикам множественным, где модели получаются более-менее обозримыми, и сделать это позволяет вот некое замечание, которое я когда-то назвал принципом доктора Пилюлькина, и которое состоит в следующем. Вот, смотрите, известно, что доктор Пилюлькин лечил своих больных касторкой и йодом, да, значит, соответственно, вот если у доктора Пилюлькина аптечка состоит из этих двух препаратов, то для постановки лечения ему необходимы максимум один бит информации. Ну и наоборот, если доктор Пилюлькин имеет только один бит информации о своем пациенте, то держать в своей аптечке более двух препаратов тоже смысла нет. Значит, соответственно, вот мы приходим к постановке задачи, которые, ну вот уже непосредственно в термины нашей конференции вписываются один к одному. Значит, мы хотим поискать такие механизмы управления, при которых используются относительно небольшие объемы информации с одной стороны, а с другой стороны, которые позволяют получить достаточно хорошие содержательные результаты относительно качества управления, то есть позволяют получить достаточно высокую прибыль или что-то еще такое. Значит, как это можно формализовать, вот здесь опять возникает такая проблема, сводящаяся к тому, что само понятие количества информации, оно такое размытое, неоднозначное, вот, насколько я понимаю, до сих пор остается актуальной старая-престарая статья Калмогорова, которая называется «Три подхода к определению понятия количества информации». Ну и вот раз есть три подхода, значит, каждый из них чем-то неудовлетворительен. Ну вот, соответственно, здесь возникает неопределенность здесь, ну а кроме того и само понятие качества управления, оно тоже, в общем-то, можно трактовать его по-разному, то есть здесь вот существенно многокритериальная задача появляется, с которой приходится возиться. Ну, если мы зафиксируем какой-то один способ измерения количества информации, то как это можно вложить в традиционные модели принятия решений? Ну вот, здесь на слайдах нарисованы некие формулы, относящиеся к кодированию информации с помощью двоичных слов, хотя, ну, не обязательно это. В общем, я попробую на пальцах объяснить, как эти задачи формализуются. Прежде всего, вот, что значит, какой-то субъект принимает решения на основе полученной информации? Значит, можно эквивалентным образом считать, что этот субъект выбирает некую функцию от получаемой информации, которая каждому получаемому сообщению ставит соответствие какое-то свое управление. Ну, и потом какой-то автопилот подставляет в эту функцию актуальное значение полученного сообщения и получает нужное управление. Значит, вот, это традиционный подход к моделированию информационных потоков в теории принятия решений. Ну, а если мы хотим ввести туда, собственно, количество информации, то можно просто детализировать этот процесс, ведь информация получается не сама по себе, а происходит, что сначала формулируется некое сообщение, которое пересылается, и на основе этого сообщения принимается какое-то решение. И, соответственно, вот множество возможных сообщений можно использовать для того, чтобы формализовать понятие количества информации. Вот, здесь все эти бинарные соотношения выписаны, ну, и, в принципе, получаем некую задачку. Вот, что это дает? Я пропускаю технические детали. В принципе, вот, ну, я буду говорить дальше уже о тех задачах, которыми занимался я, то есть, задачами, вот, связанными с теорией принятия решений. Ну, в частности, вот, удалось довольно заметно расширить класс рассматриваемых моделей. Например, вот, в классических моделях принятия решения всегда однозначно предполагалось, что если какой-то субъект получает информацию, то эта информация заведомо достоверна. Ну, понятно, что это вот некая идеализация реальных процессов принятия решения, поскольку информация может и сказаться при передаче по каким-то каналам связи, а может и сказаться и злонамеренно тем, кто передает эту информацию, да. Значит, соответственно, вот, если пытаться как-то учитывать эти обстоятельства в моделях без ограничений на количество информации, то, в общем, ничего хорошего не получается, ну, и по понятным причинам, поскольку объем передаваемой информации не ограничен, мы можем всегда продублировать информацию, выловить за счет этого дубляжа, где произошли ошибки, и работать, в общем, с прежней достоверной информацией. Значит, вот, если мы учтем объем информации, которые передаются, получаются вполне осмысленные в содержательном смысле постановки, которые допускают не только обозримую формализацию, но и допускают решения, которые нормально интерпретируются в конкретных задачах. Ну, вот, я еще пару слов скажу о задачке, которая такое мировоззренческое значение имеет, вот, это некий тезис, который был сформулирован лет 50 назад Юрий Борисовичем Гермеером и Никитом Николаевичем Моисеевым. Он относится вот к чему. Мы наблюдаем на практике, что управление всеми достаточно сложными системами происходит децентрализованно. Ну, если вот ориентироваться на такой эволюционный принцип, то можно предположить, что в каком-то смысле децентрализованное управление является более эффективным. Вот, придумать причины, по которым нужно централизовать управление, чтобы сделать его более эффективным, очень просто. А вот придумать обратное объяснение оказалось совсем не трудно, не просто. Вот, Гермеем и Моисеев сказали, что децентрализованное управление оказывается эффективным там и тогда, где и когда невозможно собрать и обработать в реальном времени всю необходимую для принятия правильного решения информацию. Вот этот неформальный тезис, он был на слуху, как я говорил, лет 50 и только вот благодаря недавним продвижениям удалось показать, что построить формальную модель, на которую принцип вылезал в качестве некого свойства оптимального решения. Ну и в заключение вот тех способов, которые относятся к понятию количества информации. Значит, первый способ, на котором я хочу остановиться, относится как раз непосредственно к теме нашей конференции. Значит, вот смотрите, если реально обрабатываемые объемы информации очень велики, то использовать для измерения ее количество обычное натуральное число или действительное число оказывается не совсем хорошо. Ну, представим себе, что мы обрабатываем терабайты информации, ну, что изменится, если мы добавим 200 мегабайт или убавим там 100 килобайт, задача практически не изменится. Соответственно, здесь возможен какой подход? В классике обычно большое конечное множество заменяют неким континуумом. Вот, если пойти по этому пути, то можно считать, что вот сообщение образует некий континуум и исходить из того, что какие-то характеристики этого континуума описывают количество информации. Вот, ну, первое, что приходит на ум, это размерность этого континуума, да. Вот, как ни странно, удалось эту задачку решить до конца, получился вполне обозримым и хорошо интерпретируемый результат. Ну, и второе направление, это возвращает нас к исходам, к истокам количества теории информации. В свое время Шинон ввел вероятности и характеристики количества информации, и, как оказалось, вот, введенные им понятия энтропии являются очень важными эффективным не только непосредственно в задачах передачи информации, но и в гораздо более широкой контексте. Значит, здесь мы что можем сказать? Если вводить какие-то аналогичные понятия для теории принятия решения, понятно, что здесь вот такой одной универсальной меры количества информации придумать не удается, все должно зависеть от тех целей, которые мы хотим достичь при управлении объектом, значит, соответственно, ну вот, как показывает практика, вот эти задачи оказываются довольно сложными, но, тем не менее, потихонечку поддаются решению, значит, соответственно, вот я бы хотел на этом закончить, если позвольте, я скажите, пожалуйста, а какое минимальное количество информации должно быть для принятия решения, объемы это понятно, так сказать, что они давят сейчас, так сказать, лиц принимающих решения, ведь вот персонализация обслуживания, наши информационные продукты рассчитаны на множество пользователей, поэтому они имеют очень большой объем информации на все случаи жизни как бы рассчитаны. Конечно, да. А как сделать, чтобы минимальный по теории-то как это должно получаться? Ну, вот, я говорил, что здесь все зависит от того, какую задачу мы решаем, и, грубо говоря, вот эти объемы в основном определяются вот такой топологией функции выигрыша, вот, если у вас функция выигрыша, грубо говоря, какая-нибудь выпуклая, однопиковая, то, скорее всего, вам будет достаточно одного битой информации, но правильно сагрегированной. Как это сделать, я, честно говоря, не знаю. Значит, если у вас функция выигрыша какая-то сложная, многопиковая, то здесь объем информации может быть гораздо больше, но и способы ее агрегирования соответственно могут оказаться тоже. Ну вот в гидрометеорологии необходима тенденция, главное, знать, вот значение существующее, а дальше будет рост, или останется на том же уровне, или будет уменьшаться давление, там увеличиваться скорость ветра. И нужно всего пять цифр, чтобы тенденцию явно видеть. Вот вот это вот вот этот эффект, о котором вы сказали, моделями, которыми я занимался, ловится очень хорошо. Вот если вам надо пять эффектов, то и соответственно это вылезет из задач, которую вы решаете. Ведь ну вот мы говорим не просто информация, а информация для принятия решений, да? Да, да. Чтобы переходить на ваш язык, да, вот я принимаю решение, как мне одеться, когда я выхожу на улицу, да? Дождь кончится через три минуты или через три часа, это разные же вещи. Да, совершенно верно, значит, для этого мне нужна информация о том, какая погода вот в том месте, где я нахожусь, какая температура, идет ли дождь, какой ветер, и, ну, как вы сказали, когда этот дождь кончится. Вот под эту задачу мы выбираем список показателей, которые нас интересуют, да? То есть вот это количество информации, которое я должен использовать в своей задаче решения, оно и диктуется видом моей функции выигрыша, да? В реальных экономических задачах там, конечно, приходится использовать больше информации, хотя понятно, что реально можно использовать, реально используются объемы информации, которые гораздо меньше, чем хранится вот в базах данных там на биржах и там вопрос в том, чтобы эту информацию правильным образом суметь сегрегировать. Понятно, спасибо! Хорошо, я думаю, что будет скоро закончить сессию. Я думаю, все говорители для разговора, и я надеюсь, что вы готовы для сегодняшнего дня в 11 о'clock Москве для следующей рейтинг. Спасибо за спасибо за практикование на хорошем английском языке, что это было очень divertено. И я увидел все может сегодня в этом . Пока-пока. Спасибо.